Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 792. Событие дня. Эпиграф. Откровение 22.17. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Это за 13 февраля 2018 года. Мы за прошлый день даем отчет. Наталья Чумичева. Мир вашему дому, аллилуйя. Игнатий Тихонович, книги получили. Очень рады иметь такое сокровище. Благодарим Господа, что познакомились с вами, вашей общиной. Молитвенно мы каждый день с вами. Любим вас и обнимаем. Любят нас и обнимают. О как. Земной поклон вам, Игнатий Тихонович. Надежде... Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Да. Обнимаем. Земной поклон Игнатий Тихонович. Надежде Васильевне, брату Владимиру, брату Никите. Храним вас всех Господь. Слава Христу. Ну вот, получили книги. Ну тут положено так, чтобы кто получил книги, они сразу выслали фотографии. Фотографии свои с книгами. И вот теперь посмотрим. Три фотографии они выслали. Посмотрите на лица людей этих. Так. Где-то тут у меня вот это вот, что ли, здесь есть. Вот оно. Посмотрите внимательно. Какие они в платочках. Какие складные. И две книги. Кисного это... Для Слова Божия они от уст. И попросили надписать их. Я надписал. Я не знаю, они то ли близкие. Похожи они друг на друга? Похожи. А? Ну как? Иконостас. Как он может быть, сестры они. Они даже... Вот на уровне на одном у них и головы, и все. И книги перед ним. Вот они лежат. Вот они. Сколько книг получили. Видите как? Это открытым оком. Они понимают, какое это сокровище. От зависти-то еще есть, которые зубами скрижищут. А ничего уже им не сделать. Книги в центральных библиотеках мира. Находятся. Вот теперь мы еще раз посмотрим другие фотографии. Вот она одна, значит. Вот какие иконостасы у них какой. Там Иоанн этот шанхайский. Есть фотографии. Это икона его. Не фотографии. Вот. И вот третью фотографию выслали. Здесь каждая по отдельности сначала. А потом обе вместе. Видите как? Вот посчитай сколько книг. Это книги не все. А они кое вот зеленые. Это 18-й том. Два экземпляра. Какие-то по одному. А другие у них уже были. И они вот расположили книги. Сложили. Но главное все время держат это. Эта книга как бы биографичная. Из одних документов. Это средств истории. Так назовем. Книга. Она как-то у меня этой книги брал. Тот, кто курировал меня при аресте. Потом он полковник КГБ Никулин Юрий Михайлович. И я как-то созваниваюсь. Я говорю. Ну и как? Вы верите, что написано в этой книге? Он говорит. Не то слово. Я участник этих событий. То есть каждое слово подтверждается документально. Что о нас писали и говорили. 752 страницы. Вот они благодарят Бога. И сразу все выставили. А другой не дождешься. Даже в этом вопросе. И то по-разному. Веду дальше. Вот вчера я сделал подсчет. Что, сколько у нас есть. Считаем. Так. 21 декабря 2012 года был зарегистрирован, открыт наш сайт. Видеоканал, открытым оком. Где ты сайт слово прочитал? Нет, нету там сайта. Вот посчитай правильно. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вот. Он начинается открытым оком, называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Никакая община, никакого отношения к этому не имеет. Это лично мой ресурс. Мною открыт, я его наполняю. Сюда ни один из общин или что-то не имеет возможности зайти, там ставить. Смотреть могут. И дальше что написано? Дальше написано. По-английски, которое тут? Наверное, не по-японски. Наверное, написано channel, потом... Еще одна часть channel. Канал. Канал. А тут написано, вот мне непонятно, как будто в свете Библии. Света, как будто имя. Да. Ин света Библия. А дальше понятно. Open eye, открытым глазом Игнатий Лапкин. Открытым глазом. Вот этот. Открытым оком. Вот у нас око, глаз, а у них этого нет. А, и все. И что? 14 103 подписчика. 9 789 видео. И дальше у меня терялись как-то я... Сколько стонал? Где было? Брос и сбросил, чуть ли на пол тысячи меньше. И вдруг там другая цифра есть, когда вовнутрь я зашел. Что это означает? Почти на 500 здесь. То есть ее где-то сохраняют, эту цифру? Но я больше придерживаюсь 9 789. Ну, то есть она 10 уже тут где-то рядом. И дальше. Так, статистика показывает, что на 13.02.2018 года мы выставили 9 789 видеороликов. И все они не перекачаны откуда-то, но лично наши, о нашей жизни, проповедях, миссиях, встречах, благовестиях, крещениях, нашей православной, восстанавливаемой с нуля деревне, потеряевке, нашим детском православном трудовом лагере стане, занятиях по изучению Святой Библии на дому, по скайпу, в трапезной храма, в университете, собраниях, миссионерских поездках, беседах по скайпу, ответы на вопросы, комментарии на разные вопросы. И ролики иные, и о многом и разном. То есть, круговую на 2243 дня, 6 лет и 53 дня, мы выставили в YouTube по 4 целых, что-то 3, 6, 4, 2, 4, 4. Ну ладно, дальше. Видеоролика каждый божий день. С выходными, на выходные, то есть в каждый день. То есть? То есть по 4 с лишним видеоролика каждый день. За 6, сколько здесь? 6 лет и 53 дня. У нас 14103 подписчика. Наше видео здесь 13 628 819 просмотров. Наш видеоканал открытым оком во Святи Библии. От ней. Вот, от Ченнел, от Святой Библии. Опына Игнатий Лапки отнесен к средствам массовой информации. Клиенты 87% мужчин и 13% женщин. Да воздаст милосердный Господь Бог всем, кто изобрел интернет, кто дает нам место на YouTube, кто помогает, администрация наших ресурсов, модераторы, добровольные помощники. Воздаем Божие добром, и их путь направь к вечности, к Царстве Твоему. 2 Паралипоминон 6, 23. Тогда ты услышишь, тогда ты услышишь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Псалом 17, 47. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему. Ну и дальше, на наши ресурсы, вот мой мир, зарегистрирован когда? В 2010 году. Мой мир 28.01.2010 года. На 2 года раньше канала. Новый сайт, форум. 1602 темы. 7 февраля 2012 года зарегистрирован. Так, видеоканал, 9789 видеороликов. Так, а когда зарегистрирован наш канал-то? По-моему, где-то указано было. 21 декабря 2012 года. 21 декабря. 21 декабря, а мой мир 28 января. Ну, насколько, 10 год. Почти на 3 года раньше. Ну и вот наш форум, это 7 февраля 2012 года. А тот 21 декабря. Ну, тоже смотри, насколько раньше форум появился. Видеоканал позже всего появился. И вот пишет одна. Вот слушай, Надежда Васильевна. Про тебя пишет. Какое-то галенье Михаилиди. Ну, это похоже, гречанка. Доброй ночи, Миром Игнатий Тихонович. Смотрел ролик последний про Романа. И ничего понять не могу. Поливает вас по полной. А вы смотрите. Он же репутацию вашу портит. Приютили вы его, хлеб вместе кушали. А теперь он недовольный. Гоните его или вывозите наряд. Вызовите. А, вызовите наряд. Кто он? Никто не знает. Опасный человек ведет себя неподобающе. Нахал и все. Вам не страшно? Вернее, деревенским жителям. Он даже не почитает взрослых. Все возмущены. Спаси Христос, я за вас переживаю. Вот интересно. Теперь отзывы какие идут. Еще год назад беседовали у Виктора. И там о земле, шар и не шар. А вы посмотрите, какие у него бешеные глаза. Да он же шизофреник. А теперь он сам сознается. Такое и есть, дескать. Не знаю. Но я всегда говорил, не надо ничего смотреть. Ну, оказалось, теперь беда, действительно. Как ваше здоровье? Хочу спросить, как там Надежда Васильевна? Для нее это все сделал тебя. Как здоровье? Давно не видно в роликах. Мне понравились сюжеты, где Надежда Васильевна пытается дать ответ. Вот я теперь покажу Надежду Васильевну. Вот она пришла, Никита считает. Надежда Васильевна, вот она. Ну, вот она не может. Что она может сказать-то? Получше стало немножко. Ходит на ногах. Так, выправь здесь. Все нормально. Дальше. А вы? Нет, помолчи маленько. Еще кошки где ваши? Буз, Копаля. Пожалуйста, как придет к вам Надежда Васильевна, снимите на видео. Очень давно не видели гликерию. Я слежу за вашими роликами с утра до ночи. Новых. Благодарю. Спаси Христос. Ну, гликерия. Тут лишний раз я запретил быть. Надежда Васильевна болеет. Тем более у нас тут голландка. И как бы она ни обожглась, она находится там у других. Ну, а иногда приводят ее в храм. Бузка у Надежды Васильевны там. Все у нас хорошо. И опять пишет. И снова. Спаси Христос. Да, я знаю об этом. Я читаю, смотрю каждый день. Вы об этом говорите. Я ответ не услышал про Надежду Васильевну. По душе интересовалась, где и как. Я-то вас каждый Божий день вижу. Спаси Христос. Геннадий Лапкин. Так в событиях дня видно ее. Завтра и снимем. Вот, показал. Сегодня сняли. На что больше надо говорить? Спаси Христос. Я болею за вас и молюсь за Никиту, за Володю, Сережу. И за вашего брата, батюшку. Как будто у вас живу. Или по соседству. Поверьте мне, это не передать. Полиртышска, вернее нашего района, узнали про вас. Вот, оповещаю, благодарю и обнимаю. Целую крепко. Долго вам жизни и здоровья. И целуют и обнимают все там. Там книги получили, а это ничего еще. И вот все целуют и обнимают. Пожалуйста. Игнатий Лапкин. На нашем видеоканале вдруг отключилась с утром статистика посещаемости. На всех видеороликах. Почему? И как ее снова подключить? Ну, говорят, что это там у них есть. Потом восстановится. И там, там где-то, где вся эта премудрость. Д. Добрый день, Игнатий Тихонович. По вашему вопросу скажу так. Бывает. Идут сбои на самом Ютубе. Но если эта ситуация длится долго, двое суток, можно обратиться в техслужбу Ютуба и описать проблему. Они должны будут с вам все исправить. Сделал бы, милостью Божию, еще один ролик. Так, прежде чем найти материал из вашего наследия, все время молюсь, чтобы Дух Святой указал нам нужный материал. Вот составил ролик и получился длительностью 24 минуты. А ваше пожелание не менее 30 минут. Простите меня. Если нужно переделать, напишите. Дорогой Игнатий Тихонович. Это новый человек, которого я никогда не встречался, не знаю. И он помогает, составляет ролики из наших роликов. И еще прошу вас обратить внимание на окончание видеоролика, где вы стоите у горящего виноградника и пророчествуете о будущих событиях в Украине. Это я пророчествую. Я ничего этого не знаю. Вы не называете себя пророком нигде, но я увидел пророчество. Скажите свое слово. Я правильно все понял. Вот ссылка на видеоролик. Номер 6. Спаси Христос. Добрый плотник. Только хвалу Господу воздать за ваш труд, Игнатий Тихонович. Искал я у них человека, написанного в Езекииле 22.30. Господь нашел и работает через ваши дары. Я убежден, что ваши ресурсы будут расцветать и все больше привлекать души человеческие. Как пчелы на мед будут слетаться отовсюду. Евгений Трабко. Каждый из нас по мере сил наших старается возлагать свою надежду на Бога. Но в жизни случаются необратимые процессы. Рука предающего всегда может оказаться среди нас в лице Иуды. И вчера этот Иуда был еще в числе апостолов и со Христом сидел за одним столом. Это у нас, что там потеряек-то случилось, вот сейчас с романом. И все пишут это, пишут из Иерусалима. Человек там живет. А сегодня этот Иуда сидит во вражьем стане с предателями, готовя покушение на Христа, как предать его. Эти образы оставлены для нас и для нас, для достигших последних времен. Будьте мудры, как змеи. Сергей Иосифович Фудель называл таких людей черными двойниками в церкви. Свои книги у стен церкви. О руке предающего церкви он также довольно ясно излагает свои книги. Сергей Игнатов. Мир вам, Иисус Христос, апостолы знали, какой венец им уготован на земном поприще. Евгений Трабков. Роман Малыш это типичный образ православного антиевангельского духа. Повтори еще раз. Роман Малыш это типичный образ православного антиевангельского духа. Но он-то так не понимает. Он понимает, он всех обличает. Вот все. Всю жизнь прожил в мире-то. И раз, и все уже в дамках. Вот все просто сумасшествие. Беснование. По-другому нельзя объяснить. Я не увидел, чтобы его интересовало благовестие и построение общиной жизни на самом деле. А ему это зачем это? Он даже никогда об этом не говорил. Он пришел неоткуда. Без всякого доброго свидетельства о себе. Ну да, никто нам о нем не говорил, ничего. Да, руки у него работают. Но рожден ли свыше этот человек на самом деле? Он даже не слышал об этом. Бороду отрастил. Это, конечно, похвально. Но за бородой гнездятся ереси плоской земли и сотрудничество со всякими отступниками. Вот какие бы ни были люди там против, что только если ложь там есть, я еще не знаю. Но если роман к нему тянется, я уже знаю. Это какой-то лжец или запрещенный, или эритик. Вот он нужен, как лакмусная бумажка, определить, где вся эта мерзость. Игнатий Лапкин, благодарю. Но весьма необходимо, чтобы у каждого ролика, кроме номера, было то название занятия, какое там есть. Это просто нужно и обязательно. Это дело в том, что у меня еще материалы, все это помаленьку берут их. 123 беседы было в Потеряевке, вне храма. Где-то на улице собирались, или как каждое воскресенье с 91-го года по 99-й год примерно. И был только один магнитофон, маленький кассетный у Игоря Барабаша. И он записывал, так, ну не хватает до конца, уже не перевернешь, и так, обрывочные. Но они сохранились. Потом они были оцифрованы. Где-то я даже не знаю, где. Я их сам переписал в Word. Оцифрованы нет, даже и не знаю сейчас. Ну вот так. Теперь я их выставил этот человек, Новиков Сергей Александрович. Он этим сейчас занимается, их разбил на три книги. И уже одну выставили. Дальше. Анастасия, Игнатий Тихонович. Думаю, пропажа статистики связана с ужесточением правил на Ютубе. О! Присчитывает просмотры и их длительность. Вот теперь я хотел сказать, занятия в Потеряевке. Вот посмотрите, этот Сергей что сделал? Он их... Сдвиньте чуть вправо. Вот так. Вот он, смотри, первая часть. Ангелы на Рождество. Это я, говорю, занятия вел на эту тему. Пятый том, 533-я страница, открытым оком. Берегись, тут все волпает. Брак. Ну вот, смотри, сколько. Ну сколько он сделалось? Это примерно по 40. 40 воскресных дней. 40. А мы там всего только 4 месяца. 4. 4. 16. Это 16. Только в год один. Самое большее. Но и на воскресенье там была не погода. Ну, хорошее так вот. Больше 16-ти в один год не получалось занятий. Завещание, земля, знамя. И вовек милость. Инструменты привезли, я об этом говорю. Вот книга и писательство. Тут еще та книга. Пожалуйста, колокол привезли. Я тут же проповедь говорю. Там конфликтные ситуации. Вот. Вторая часть. Вот дальше по порядку. Там кости разбросали, я сказал. Крапиву стали вырывать. Я сказал. Ну, красота спасет мир. Кресты, крестовоздвижение. Крестный ход сделали. Купли, продажи. Даже вот что было, на то море там. И вот второй, и вот третий будет. И третья часть. Рай и ад. Ревизия там. Приехали разбираться. Пожалуйста. Ревность была. Пожалуйста. Родители, дети, Рождество. С кем поведешься. Самость и гнев. Сватовство. Это, видимо, вот это. Кто ли не... С черным, похоже, не открылись у него. Это Сергей занимается. И уже начал выставлять. Первая цифра. Тон номер. Я открытым оком книги. И страница. Вот я убираю где-то. Так бы лежали, как бы не Новиков, Сергей. Так, Игнатий Лапкин. Значит, к нам какие-то претензии есть. Ну, тогда я же должен знать, какие же. Да, от Ютуба. Я всего боюсь. Наталья, слава Богу, Игнатий Тихонович, интересует вопрос о страшном суде. Будет ли Господь судить за грехи, в которых человек покаялся? Судить не будет, но все пройдет, вся жизнь пройдет перед человеком. И еще вопрос. Каждый ваш ролик настолько отрезвляет меня, что от сознания неправильного образа жизни, неправильной организации своего времени, отсутствие молитвы, поста и милости и так далее, я впадаю в уныние, мучая чувствовать безысходности, не имея надежды на спасение. Вот это плохо. Это не годится. Согрешить – дело человеческое, а отчаяниться – дело сатанинское, нилсинайски. Нельзя это. Не могу вырваться из круговорота жизни, не имея духовной силы. Как спастись? С чего начать? С уважением, Наталья, город Винница, Украина. Игнатий Лапкин. Как с рождения начинаем жизнь плотскую, но точно так же с духовного. Рождение свыше начинается жизнь в Духе Святом. Наталья Чернова. Игнатий Тихонович, все дошло в целостности и быстро. Смотрим ваш видеоканал каждый день. Переживаем за вас, молимся и, конечно, учимся доброму. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Ради милости Твоей, ради истины Твоей. Псалом 113.9. Слава Богу за все. Этих я показывал сейчас сестры в платочках-то. Это между нами переписка была. Я им отвечаю. Вы нам полюбились в платочках красиво, Наталья Че. Это благодаря вам и вашей общине. Без платка уже не можем ни дома, ни на работе. Вот как Господь делает. Бывает, немного нападает, а мы радуемся. Да, Слово Божие живо и действенно. Видите, вот как в людях отражается. А где-то миллионы посещают, ну, ролики там по пять, по шесть миллионов. Ну, как они, никакой роли не отражаются. Так, и прямо в зоне, там уменьши маленько, чтобы не слышно было. Так, подожди, нам не нужен-то звук сюда? На запись не влияет? Нет. Заходит время, когда не время. Сейчас в конце надо будет ответить ему потом. Не влияет. Так. Евгений Трабко ссылку скинул. Вечная память отцу Павлу Адельгейму. Царствие ему небесное. Он был священником во славу Божию. Как писал о нем Андрей Кураев, умер последний свободный батюшка Московской Патриархии. Из проповеди видно, что был он благодатным батюшкой. Жаль, что немного в наш век таких священников. Но я считаю, это образцовый священник. Тем более он был всегда в Московской Патриархии на лизе меча, на краю огня, как овца среди волков. Вот интересно. Какого-то принял человека, а он там больной, и он ножом ударил прямо в сердце и убил его. И нам говорят, вот Роман сейчас это то же самое, это вы даже держите его. Ну и начинаю думать тоже. Александр, смотрю и очень радуюсь за всех вас. Как же по душе мне ваши ролики. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое. Я через ваши ролики многое узнал о полезном для души. Вы так понятно все объясняете детям. У вас, наверное, очень большая любовь к ближним. Благодарю Бога, что мне попались такие ролики, и кроме ваших роликов я ничего не стал осмотреть. Все время только ваши смотрю. И радуюсь за всех вас. Спасибо, Господи, всех вас. Мы их не знаем, не встречались, и отзывы дают. Галина Загуляева. Мир вам, Игнатий Тихонович, присылаю вам сообщение от Финадьевой Лидии Николаевны. То есть она попросила, ей деньги там присылала от кого-то с Краснодарского края. Выслать ей нужно было трехтомник и к истинного православия в одном экземпляре. А мы заложили два, и она говорит, хотя бы три красных эти Евангелия, которые раздают, а мы послали больше. И она ей пишет. Так, с миром, ну я так не крикну, столько знаков. Слава Христу! Только я села за комп. Не всегда есть возможность. Это вот эта женщина говорит. Лидия Николаевна. И возможность, где она? Да, посмотрю. Посмотрю. Что нового есть от Игнатия Тихоновича? Включила ролик с вашим собранием. Слушаю, любуй с девочкой. Она сидит за сестрой в красном платке. Похожа на мою племянницу. Может, это Агния? И вот, ваше послание. Это Галина ей пишет. Я чуть до речи не потеряла. Еще раз и раз пересчитала. Столько книг и 26 Евангелий. Вместо трех мы 26. И вместо одного кисленого православия я положил две книги. Галина, а разве вы уложились в эту сумму? Не доплачивали свои? Ну, это наша уже забота. Мы доложили, там не хватило, да. Благодарю вас всех. Низкий поклон вам. Спасибо, Господи. Слезы наворачиваются. Что-то, in love. Ну, почитай правильно. In love. Ну? Ну, это, видимо, смайлик какой-то стоял, типа, сердечко, что-то такое. По-моему, она это пишет, что в любви это все пишет. Да, точно. Игнать Тихонович, огромная благодарность за его неустанный труд во славу Христа. И Рустам. Игнать Тихонович, мир вам. Вы все в событиях дня говорите, когда читаются мои письма, что я в Италии живу. Вот я сколько раз говорил. Я живу в ДНР. В Италии я жил раньше. Один год и восемь месяцев. В ДНР я живу. ДНР, с конца 2015 года. Ну, не, виноват. Виноват это. Я так... Хотел бы я жить рядом с вами в вашей общине, но это не мне решать. Ведь плохо мне без вас. Порой бывает, утопаю я в грехах. Простите меня, пьяница, матерщинника, Христа ради. Не заслуживаю я вашей общины. Я ничего не заслуживаю. Отец мой дорогой, кроме смерти, так как возмездие за грех смерть. Слава Иисусу Христу. Ну что, на полном серьезе, говорит это он, или не знаю, ну, вот так вот пишет. Ну, и наши ресурсы посмотреть. Вот что у нас здесь. Это, вот что когда возникло, это мой мир. Вот здесь легко переписывается. Где я в шапке. А другая страница с голубем, туда не надо, там это просто дубль дают. И вот здесь сюда я перетаскиваю все, что на видеоканал заходит. Ну, и дальше у нас наш православный форум Игнатия Лапкина. 1600. Вот я даже не знаю, сколько вчера посещаемых. Посещаемость упала на неделю. Сколько получилось? 238. Ну, 238 это наши люди, которые постоянно заходят здесь. Что-то у меня не получилось. Я вроде как... А, теперь видеоканал наш. Вот он, православный видеоканал. Во свете Библии открытым оком Игнатия Лапкина. Вот оно, прямо написано. Так что никакого отношения, как на собрании один сказал, это община, канал. Да нет, а я сказал наши. Ну, наши тут, я имею в виду, кто участвует в этом и кто слушает, наши там. А не то, что отвечают. За него отвечаю только я. Единолично. Ну, тут весь материал-то мой. Чтобы понятно было, допустим, вот мы, если зайдем на форум, ну, какой-то там материал, вот первый сейчас, последний кто тут, я выступаю. Вот. Но его не видно нигде-то. Так. А что тут? Там есть сколько? Сколько чего? Онлайн. И еще не написано больше. А где тут написано, сколько этих роликов? Да как увидеть-то? Как-то открыть надо. Его открыть вот эту вот. Кого увидеть? А? Тут просмотры, там, вот, 1916, вот, показана вот тема. Где это написано? Ну, вот, просмотры. Сколько ко мне, мне лично относятся, сколько моих здесь материалов стоит? Где узнать-то? Ну? Шанович, это ваш форум, я тут. Вот, я сейчас открою. Вот у бабушки моей в войну когда-то стихотворение. Так. Ну, тогда было. Сколько моих сообщений? Это Пупков. А, это Пупков? Да. А-а-а. Вот. Ну, сколько у меня? Так, сообщение 7519. Ну, представьте, форум-то фактически мой. 7519 только моих статей здесь. Находится. Вот. Ну, все-все-все. Богатый-богатый. 1600 тем. Дальше. Ну, это надо вернуть на первую страницу новая. Ну, и очень большой. Это у нас форум вот этот. Уже видели мы. И православный библейский сайт. Вот он. И здесь самое ценное. Это вот здесь на 55 папок разбиты вопросы и ответы. Вот мы сейчас кое-что засчитаем немного. Вот. Это что тут? Вот это. А, интересный случай получился у меня. Это попутно сказать. Как-то разговорились. Она крымская фамилия ее. Санкт-Петербурга. Женщина одна. Видно. Много знает. И вот вы пишете стихотворение. А вот это скажите, кто написал. И один куплет написала. Ну-ка, вот вы узнаете, кто это? Ну, я сразу ответил. Это Гавриила Романовича, я говорю. Державин. Ода Бог. И та-та-та-та. И такой-то отзыв Кюхельбекер дает. Она до того удивилась. И потом она взяла еще три куплета написала. Ну, видно, что еще глубже копнула. А у них там какое-то собрание там в Санкт-Петербурге. Видно, поэты все. Ну, я говорю, а это Григория Нарикотси. Вот. Прямо назвал. И целиком от поэмы. Большие главы. Она говорит, я чуть не упала. Говорит. А вот это да. Я сразу расскажу о вас. Вот что такое дело. Ну, хороший такой. Она для испытания бросила. Знаю или не знаю. Да я знаю его. Из него многое брал. Григория Нарикотси. Вот. Вот я был в Грузии. И как-то разговаривали с ними. Я говорю, а Гурам-то Гигишицы. Да вот как написал. Так вы что его знаете? Такой поэт, но не особо знаю. Я его очень хорошо знаю. У него много написано о смерти и прочее. Стал рассказать. А они даже некоторые не знали. Вот это, говорит. Да, почему? А это в тюрьме давали нам. Не то, что я там знаток какой. Просто книг других не было. Я читал и полюбил его. И вот тут нашелся один человек. Не буду говорить его, кто он такой. И он стал мои стихи разбирать. Вот это надо вот так. Окончание вот такое. Вот такое. Да я же не поэт, говорю. То другое-то. И хорошо так поговорили. И он как будто бы сам пишет стихи, прозу. А у меня один ко мне приходил, его Кротов фамилия Сергей. А он подпишется «Сорока» в Алтайском крае. Ну, как называют графоманы. И он пишет и пишет там где-то, собирая деньги на такой бумаге. Чуть не на туалетной. Печатают у него. Ну, и он раздает. Ну, там нечего считать-то. И все это учит. А вот это вы сказали. Камыши, хороши. Вот у меня там. Да я меньше всего на это смотрю. Тогда я возьми, да, не показываю, что. Стихотворение на память считаю. Вот это понравилось, а мне нет. А считаю там редкое стихотворение. Некрас. Вот уже критиковать начинает. Нет. Поэт так не пишет. Вот надо рифмы, ямбы там. Я тогда считаю Семена Яковлевича Натсона. Он тоже начинает критиковать. А я ему потом и говорю, да Сергей, да это, я же не свои стихи. Да. А я что-то из Пушкина зачитал, но они его критикуют. А он думает, что мои. Он на это настроен. Ну, и вот тут один человек, он так, если я ему возьми, да и напиши вот это. Но не подписываю. Так, споили нас, вы сами виноваты. Споили нас, вы сами виноваты. Вот как этот, помнишь, на майке написано? Да. Их беншайся, а дуби шульдих. Сам дерь, я дерьму, а виноваты. Так, споили нас, вы сами виноваты. Сгноили нас, вы сами виноваты. Растлили нас, вы сами виноваты. Так, значит, жди возмездия расплаты. Но как, однако, зло объединилось? И почему в своем родном краю душа болит, и словно Божью милость, а честность смерти Родину молю? Не миновать какой-то новой жертвы, во имя новой веры и любви. Об этом воют мировые ветры. Но жертва, значит, снова на крови. Интересно, этот писатель много говорит о ветрах у него. Как вот у монаха Романа, Матюшина, там везде у него журавли, туман и белые храмы на кладбище. Это у него главное. А у него там везде ветры. Но жертва, значит, снова на крови. Ну, хорошо, дальше. А белое клокочащее море бьет в берега, и пена вон седых шуршит и шепчет. Ты забыл, что горе тому, кто соблазняет малых сих? И соблазн малых сих, и это все евангельские слова. И я взял этому человеку, который мои стихи тут разбирал на днях, я ничего не имел в виду. То есть, ну, показать, какие стихи, они не подписаны. И вопросы вот такие напустил, и потом. Так, мои друзья, вы вовремя ушли от нищеты, разрухи и позора. Вы стали горстью матери земли, но упаслись объятий мародера. Я все грешней, есть наказание мне. В своей стране живу, как иностранец. Гляжу, как воцаряется в Кремле очередной законный самозванец. Какая неожиданная грусть на склоне дней посчитывать утраты и понимать, как распинают Русь моих времен Иуды и Пилаты. Я ему этому человеку и написал. Немножко даже хотя бы дальше. Еще. Так, этот юноша, вечный дневник. Это ты. Если верить словам сокровенным, был наивнее многих других. Просто глуп, если быть откровенным. Этот юноша, вечный дневник, был так чист, что не верится даже. Как в корыстное время возник он, не знающий купли-продажи. А любил. Это просто смешно. Вот короткая страстная запись. Как в лицо дорогое одно, он глядел от восторга терзаясь. Он спешил перестраивать мир, не жалея ни воли, ни чувства. Но, как водится, мир не простил эти выходки, эти безумства. Растерялся уверенный ум, обетшало надежное тело, и душа потемнела от дум, да и совесть в свой час потускнела. Значит, надо немедленно сжечь драгоценные эти тетради, чтобы канонизировать речь современного облика ради. Ну вот это я взял и написал этому человеку, в моем мире переписывать. Я ничего не ожидал, просто написал и все, не сказал от догадай или чего-то. Хорошие стихи, а мне нравились, мне этого поэта много читал. Ну а больше там взять нечего. У него такая пустота. А там писатель, поэт, а то другое-то. Я совершенно не ожидал, что какая будет реакция. Ты думаешь, какая реакция могла быть в моем мире? Вот взрослый человек, видно ему с бородой, но не 20 лет, под 60. Как он может отреагировать? Ну вот мне это Крымское написало, и мы переписывались, а я ее разгадал. Она, я завтра другим собрание расскажу, то другое, и она у меня в друзьях по сегодняшний день. Он ничего не нашел другого. Я его не знаю, но вот эти стихи я ему почему-то послал. А это была проверка. Он сразу же, мгновенно, я к вам относился хорошо, а вы что меня испытываете? То есть его не били, не обзывали, ничего не было. Мгновенно, я гляжу, он меня в черный список занес сразу. Да как же ты с людьми это общался-то? Как же ты мог кому-то что-то преподавать-то? Вот эти вот стихи, это было достаточно. Другой, у меня здесь на моем форуме есть, он какой-то должность диакона, ну диакона фальшивый, конечно, там харизматов где-то занимал, харизмат или другая секта. И вот мы с ним переписывались, и он принял православие, принимает с полным погружением крещение, у него сынишка, ну жена как будто не первая у него, но она тут не участвовала в беседе-то. И он, все хорошо, и а как вот тут меня где-то можно, нет, там записаться, где семинарии, то другое. Вот сразу заговорил, чтобы стать священником. Но я еще не вижу, какая беда в этом. Я сказал так, что нас сразу разделят, если вы скажете, что мы знакомы, что он через меня пришел, все, последняя молекула у него от меня, отсюда. Могу сказать даже, город Ярославль. И вдруг он мне раз, и переписки больше ничего не было, занял черный список. Ему уже я не могу не написать ничего. Почему? Я понял. То есть ему поставили условия. Учиться семинарии будешь, если от Игнатия ничего не будешь получать, и все. Это попусть ставит такое условие. Но если человек попроще, тогда разговаривать будет. Вот Гликерия к нам приходит, она ему внучатка относится, к Володе Пенкину, Владимиру Ивановичу. Ну, а тогда был здесь настоятель Войтович, отец Николай Павлович. Гроза священников. И он в алтарь, надо, ну, надо кадила разжигать, там, убирать. Ну, надо. И он всех допрашивает. А с Игнатием не встречались. Это еще годы советской власти, там, 80-е, 70-е годы. А он, Володя-то, работает кощегаром у них. В Пахровском соборе. Улица Нехитина, 137, Барнауле. Это один храм был. А вы с Игнатием случайно не встречаетесь? А он ему там кадила разжигает, подает. А он простой-простой такой. Так это мой дружок. Мой дружок. И он на эти слова ничего не нашелся ответить и не выгнал его. А обычно он сразу с треском выгоняет человека оттуда. Исповедует один Володя здесь был, Толстов. И он с Тольменки. Исповедует его 5-10 минут. Я потом спрашиваю, Володя, чего он тебя так долго держал-то? А он про вас все расспрашивал на исповеди. Не встречаешься ли с Игнатием? Я сказал, встречаюсь. Не встречайся. Не исповедовать, не причащать не будут. Он меня давил и давил. Игнатий говорил вам, чтобы не голосовать за советскую власть. То есть он под меня копал не просто так. Я говорю, он говорит, нет. А ты знаешь, что он против советской власти? Он говорит, нет, не знаю. Володя такой простой был. А он шофер работал, кажется, на скорой помощи. И однажды, говорит, я глянул. А там какой-то как, сарай какой-то. А стоит человек и меня пальцем манит. А он здоровый такой, Володя-то. Ну, я говорю, зовет, думаю, наш работник. Я только подхожу, а тот на ливень. Он как схватил меня за рукав, как дернул к себе. Второй подбежал, тут же рядом был. Я его не видел. И меня сразу, говорит, затащили дальше. Не видать. Так, слушай внимательно. Мы из органов, из КГБ. Ни одного слова никуда. Так, ты с Игнатием Латкиным встречаешься? Да, встречаюсь. И дальше он начал. Я говорю, что ты им рассказал? Ничего я не рассказал. Я что знаю, то и рассказал. Он простой, простой. Ну, прямо даже не расскажешь, какой простой. Вот так. Я веду занятия в АГТУ. 18 лет в одном университете. И вот звонок однажды. Ко мне ходят люди разные. Кочетков один, Саша. Ну, уже с бородой. Ну, нормально, ходит, молчит, записывает все. И звонит. Игнатий Тихонович, я помираю. У меня так все плохо. Мне трудно дышать. Я говорю, так скорую вызови. Да, скорая не может помочь. А ты куришь, что ли? Да, курю. Поди пьешь. Ну, да. Так я не это хотел сказать. Вы помните, к вам приходил юноша такой, это вот так. Так это я был. Я говорю, ну и что? Ну, я же умираю. Ну, так умирай. Так я... Да меня же ведь к вам специально подослали из КГБ. И все расспрашивали каждую неделю. Ну и что? Умираешь. И теперь какая разница? Ну, ведь я же на вас докладывал и писал. Его заставляли написать. Я говорю, что ты мог написать? Ну, что видел? А что ты видел? Ну, что у вас сестра родная живет на... И вторая к вам приехала. Ну, да какая же это тайна? Ну, я говорил, что они работают на аппаратурном заводе. Ну, Саша, ну, перестань. Ну, какая же это тайна-то? Ну, я говорил, что у вас собираются Библию и читают. Да какая же это тайна-то? Да умирай спокойно-то. То есть совесть мучает. Саша, я никогда ничего не имел на тебя. Умирай спокойно. Вот и весь ответ тебе. То есть меня со всех сторон они обкладывали, людей подсылали. Вреда никто мне не сделал, тем более КГБ. А вот этот человек, он говорит мне, Саша, так это Куняев написал. И сразу, это вы что, меня испытываете, что ли? И все, и сразу мне в черный список. Это сегодня ночью. Ночью сегодня с 13 на 14 февраля 2018 года. Не хочу его называть, чтобы от страха не умер. Это надо так вот человеку такому... Это даже не тщеславие, а что-то маразм буквально. Только стихи поэта сказал и все сказал. Я знаю, это поэт мой любимый или как-то. А я подумал, я ему что-то еще пришлю. Он мои стихи разбирал, я неправильно пишу. Вот-вот, а я бы там рифмы, там что-то где-то. Да в моем стихотворении в одном смысла заложено больше, чем во всей поэзии Куняева. Каждое стихотворение, каждая строчка подтверждается священным писанием. Я это показывал. Ну и вот мы сейчас немножко... Так, сколько сейчас время мы уже здесь заняли? 43. 43, все, больше сегодня не будет ничего. С Богом!